Окей. Всем хай, с вами Юджин, и изначально я думал, что этот видос будет разбит на два видоса, поскольку я выбрал две игры хоррор, прикольные игры на мой взгляд, которые мне было очень интересно поиграть, но получилось так, что видос будет слишком короткий, я решил объединить его в один, и сейчас, поэтому я буду с вами играть в две хоррор игры вместо одной. И в этих двух хоррор играх я прикоснусь к своим самым неприятным страхам, самым страшным, страходельным, страхопорождающим страхам, которые вызывают во мне улыбку. Думали я скажу страх? Ага, нет, я ничего не боюсь. Итак, первая игра, это реально жуткая вещь, о которой я в свое время часто думал, переживал, боялся, что со мной такое может случиться. Страх быть погребенным заживо. То есть, ты, допустим, как бы уже старый, и внезапно отключился, и все думают, что ты умер, врачи такие, ну все, у него не бьется сердце, он сдох, а на самом деле ты в коме. И потом тебя хоронят, а ты внезапно раз и просыпаешься. Хотя, если тебя накачивают формальдегидом перед похоронами, прям в жопу, так что ты полностью внутри, как водяной матрас, то вряд ли ты проснешься после этого. Тем не менее, неважно, очень страшная фигня, проснуться погребенным заживо. И сегодня мы играем с вами в игру Buried. Господи, вот я одно время очень часто думал, а что если, когда я умру, меня похоронят, и... И вот это, и вот это со мной случится. Я проснусь там. Твою мать! Твою мать! Да, я буду так же кричать. Только на букву В. Бул-бул-бул-бул-бул-бул. Бул-бул-бул-бул-бул-бул, вот так и буду кричать. Короче, это мы. В полной темноте. Хорошо. Говно. Все хорошо. Все хорошо. Очень хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Говно! Где она? Где оно? Хорошо. Окей. О, у меня мобила! О! Что? Что? Окей, я еще с кучей мусора погребен. Я что, мистер Бист и новый челлендж провожу? Мы должны с вами что-то сделать. Куда? Что? А, я просто убираю мусор. Окей. Все хорошо. Итак. О, страшная, страшная мусорка. Значит, вы должны следить за тем, чтобы зажигалка и бензинчик внутри нее не иссяк. Вы можете использовать только вашу зажигалку или телефон. Получается, топливо зажигалки и батарея телефона будет идти на убыль. Иначе вы просто останетесь в темноте. Чтобы использовать зажигалку, нажмите 2. Чтобы использовать телефон, нажмите 1 и нажмите F, чтобы включить фонарь. Не стоит оставаться в темноте слишком долго. Почему? Блин, у нас 23% всего зарядки. Что я должен сделать? Давайте. А, нет связи. Ладно, давайте выключим пока фонарик. Не будем так сильно расходовать. Мы не можем. Опа. Надо выяснить, кто нас закопал. Мне для этого что-то нужно. Быть в темноте нехорошо для вашего психического состояния. Когда вы в темноте, ваше психическое состояние будет ухудшаться очень быстро. Вызывая у вас панику. И вы будете расходовать больше кислорода. У нас три вида топлива, за которым мы должны следить. Кислород, заряд батареи телефона и еще топливо в зажигалке. Еще добавьте мне, что я хочу писать и хочу в туалет по большому. И кушать хочу. Вот это все. Полный симулятор жизни в гробу будет. Хорошо. Мне нужно что-то для этого. Для чего? Еще раз. Для мамы? Уже почти закончил. Что тебе еще нужно? Ничего. Все в порядке. Спасибо. Скоро буду дома. Окей, окей. Все хорошо? Сэм? Гроб? Мешки с мусором? Бутылка с водой? Чего? Это Сэм меня собиралась закопать? Ладно. Дерек, Эрин, Мол. Это хорошо. Что? А что хорошо? Ничего хорошего нету здесь. Так, мы можем? Позвонить? Что-то нажать? Нет. Окей. Ваш стресс слишком высокий. Да. Я только что стрессанул сильно. Я не ожидал. Я не ожидал, что здесь будет какая-то рожа. Это просто мне мерещится. Надо вот это себе повторять. Не париться. Может быть у моего персонажа клаустрофобия. У меня немножечко есть. Короче, только свет позволяет нам оставаться в здравом рассудке. И не тратить слишком много кислорода. А это что такое? Здрасте. Один. Мне что-то для этого нужно. Как обратно? Ага, escape, escape. Давайте уберем телефон. Стоп. Хватит. Фонарь выключи, бич. Вот так. Зажигалка. О. Ладно. Так, что это у нас? Бутылочка с водой? Восемь. Ага. Мы сейчас найдем какие-нибудь циферки. Что это? А что это? Ключ. То есть у меня вообще ничего нету. Только вот эта штука. Так. Давайте уберем зажигалку и возьмем телефон. Как я могу? Я не могу посветить туда. Гули? Четыре. Ага. Четыре, восемь. Девять. Четыре, восемь, девять. А! Что это? Рука. Блин. А где параметры кислорода? Стоп. You will die here. Ты умрешь здесь. Спасибо. Я думал, здесь будет какая-то подсказка. Ключ. Мне нужен ключ. Есть. Отлично. Что я взял? Что я взял? Что я сделал? А. Я включил еще и зажигалку. Нет, не надо. Погодите. Четыре, восемь, девять. Четыре, восемь, девять. Но я не понял, что я только что взял. У меня есть инвентарь. Погодите. Мы должны посмотреть. Контроль. 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 Итак. А. У меня нет ничего. У меня нет инвентаря. Никакого. А значит. Что? Тварь! Перестань лезть на меня. Опа. Смотрите. Что-то взял. Что-то взял. Еще нужно две такие штуки. Что? Микшер? Я вот до чего могу дотянуться здесь? Что такое? Рука меня держит. Спасибо, рука. Ой, они мне помогают. Призраки мне помогают. Спасибо огромное. Вот это круто было. Что? Что? Еще что нужно для этого? Ладно. Давайте выкрутим эту. Круто, что рука мне помогает. Они теперь меня больше не пугают. Так. Что же мы еще можем сделать? Может быть. Все-таки в телефоне 11? Всего 11? Возьмем зажигалку давайте. У меня батарейка садится. Ладно. Уберем пока телефон. А. Я не вижу лицо. Блин. Ладно. Ладно. Просто не обращаем внимания. Так. А как мне воспользоваться? Какого хрена ты положил? Я так. Я не могу дотянуться. Мертвые. Мертвые идут за мной, друзья. Они мне не друзья. В смысле. Вы мои друзья. Мертвые хотят меня убить. Ой. Блин. Перестань. Мне нравится эта игра. Как мне? О. Теперь можно. Молодец. 9, 4, 8. Так. Тут есть несколько вариантов. 8. Пусть будет так. 4. 9. Твою мать. 9, 4, 8. Есть. Да откройся. Блин. По-моему, все ближе. Блин. Их тут две. Тут похоронены две близняшки. Да почему они сразу открывать? Я не понимаю. Хватит паниковать, Евгений. Все. Убираем. Убираем. Все. Я почти выбрался отсюда. 7%. Я взял ключ. Я взял ключ. Сейчас мы откроемся. Что-то тут. О, молоточек. Это можно. У меня же ключ. Так, давайте возьмем зажигалку и телефон пока уберем. Окей. Окей. Что-то нам еще нужно. Что-то нам еще. Опа. Так. Хорошо. Болтики выбили. Теперь с этой стороны. Сколько же у нас кислорода? Непонятно. Все в порядке. Я взял. Я взял какую-то штуку. Есть. Что? Перестань. Тихо. Ты сбиваешь своими дыханиями. Сбиваешь меня с мысли правильной. Стоп. 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 Как же я должен понять, что это... Как же я должен понять? Да, я выберусь. Я выберусь. Один, два, четыре. Что? Это должна подсказка быть. Давайте возьмем телефон. Уберем зажигалку. Шесть всего. Два, двадцать четыре. Дышать не могу. Это должна быть подсказка. Что? Сэм? Я не знаю. Я не вижу. Тут четыре переключателя. Четыре позиции. Так. Приключаем. Зажигалка. Ключ. Ключ будет вот только здесь. Другого варианта быть не может. Хорошо. Давайте так. 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 Блин, здесь может быть так много... Так много комбинаций. Что еще? Что еще мы можем сделать? Один. Стоп. Один. Четыре. Пять. Один. Отлично. Один. Все. Раз, два, три, четыре. Четыре. Пять. Один. Так. Попрошу. Попрошу завалить. Спасибо. В каком порядке? Может быть, наоборот. Может быть, один это вот так? Один. Четыре. Пять. Есть. Ууу. Давай, открывайся. Да. Да. Мы свободны. Мы свободны? Ууу. Есть. Есть. Погоди. Там еще огромный слой земли. Мне кажется, что это просто сельский туалет, который упал на бок. Ну, давай, Джек. Хороший исход для Евгения. Открывается. Открывается. Наконец-то. Вы сбежали. Так. Так. Хотел что-то создать интересное для Хэллоуина 2023-го. Я месяц потратил на то, чтобы сделать эту игру. Молодца. Но, конечно же, игра суперпростая. Я очень мало времени потратил на то, чтобы пройти ее. Но, я думаю, у нее большой потенциал. И хочется постоянного развития какого-то. То есть, чтобы все больше и больше было нагнетения. Даже с моим тупежом мне хватило всего. И кислорода, и заряда батареи, и даже зажигалки. И я даже не обоссался ни разу. У этой игры хороший потенциал. Но, к сожалению, он еще пока не реализован. И вряд ли чувак, который сделал эту игру, будет ее дальше как-то улучшать. Может быть, если вам понравилась игра, вы захотите в нее сами поиграть. И разработчик увидит много покупок своей игры. И подумает, блин, надо работать дальше. Тогда у игры будет интересное продолжение, скорее всего. Чувак, разработчик. Короче, надо сделать просто классный, замороченный квест. С большим количеством вариаций, разнообразия. И предметов, чтобы было много их, замков много. И когда ты откроешь все эти штуки, чтобы можно было дальше рыть каким-то образом. Потом докажешься в склепе. Ну, в общем, какое-то должно быть развитие, чтобы было прямо интересно. А еще вариативное, чтобы ты каждый раз мог... Ну, чтобы ты мог переиграть в эту игру. И тогда будет все отлично. Но, ладно, один скример меня шуганул внезапно. Я просто не ожидал, что такое будет. Вот, поэтому я шуганулся. А теперь мы с вами поиграем в игру номер два, которая презентует вам мой страх ночных кошмаров. И, кстати говоря, последние несколько недель мне реально постоянно снятся яркие сны. Я просто знаю себя как человеку, которому практически ничего не снится. Были периоды, когда мне не снилось вообще ничего. Но вот эти две недели очень примечательные, жуткими, реалистичными, в стиле инсепшена. Такие сны, что когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что ты проснулся наконец-таки от стремного сна. Но внезапно ты просто моргаешь. И комната, в которой ты только что был, меняется уже на реальную. И ты такой, боже мой, только что это была комната. Я думал, что я в ней засыпал. Но это был все сон, обманка. А потом снова, и снова, и снова. И, короче, очень много страшных, страшных снов мне снится. Таких жутких, что потом крышу сносит, когда ты пытаешься их анализировать. Игра, в которой мы сейчас поиграем, называется Silk Bulb Test. Почему я говорю про ночные кошмары, если тут про тест, про экзамены? Потому что вы сейчас поймете, когда увидите мое прохождение, что эта игра как будто бы о моих кошмарах. Приступаем. Калибровка. Я буду вам переводить эта игра на английском языке. Это демка в стиме, я ее скачал, мне очень понравилось. Посмотрите, как круто выглядит там, что-то там написано. Вот, посмотрите, как все реалистично. Очень круто. У нас есть таймер, у нас есть только A и B ответы. И мы должны выбирать между A и B ответами, которые здесь. Вы предпочитаете красный цвет? Предпочитаю какому цвету? В принципе, то есть просто вот вижу красный, сразу люблю его, несмотря ни на что. Что бы это ни было, да? Кровь, это роза, это моя футболка. Я бы не сказал, что я предпочитаю. Значит, видите? True, false. Правда или вранье. Вранье, врешь ты, тест? Вы нажали B. Вы ненавидите красный. B это ложно. Следующий слайд. Хорошо, следующий слайд. Калибровка. Значит, A, 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 B, B. То есть, пять раз A. Раз, два, три, четыре, пять. И два B, B. B, B. Идеально, идеально. Итак. Калибровка завершена. Это... Опа, таймер пошел. Это дверь изображена... Извините. Это изображена дверь? Нет. Какая дверь? Ты что, угораешь? Это стрёмные лица. Это не дверь тоже. Это дверь? Это дверь. Хоть раз дверь показали. Спасибо. Что? Кто-то встает. Кто сказал? Кто сказал проснись? Сегодняшний день был особенный. А, блин, черт! Я что? Что это? Он сказал проснись, я сплю. Что там? Это часы? Нет. Это часы? Нет. Это котик и песик. Это часы. Это часы. Это часы. А это телефон? Нет. А это телефон, конечно же. Это телефон? Может быть, у них есть телефон? Не знаю, что будет, если я отвечу неправильно. Итак. А это что, телефон? Это человек? Да, это человек. Блин, как мало времени дается. Это не человек. Хотя, я думаю, что у животных есть своя личность. Вот так я, это мои наблюдения. Это человек? Нет. Хотя, может быть, там в машине человек сидит? Нет, там не было никого. А это персон? Человек? Нет. Тут два человека, но и как бы ладно. О, боже мой. А это что? Это изображение, которое вас заставит обделаться? Да. Я не могу нажать. Что там? Оу. Щупальца. И какой-то труп на мусорных мешках. Что? Кто-то подошел. Кто-то там. Вон, я вижу, стоит. А, блин, там пауки какие-то стрёмные. Человек ушёл. Почему я трясусь? Я дрожу. Какая крутая игра. Итак. 5A. Блин. Неприятно. 5A. А. 2. 3. 4. 5. И биби. Мы уже калибровку-то делали. Вы что, угорайте. Калибровка завершена. Следующий слайд. 15 и 16. А где я просрался? Где я просрался? Ладно, это хорошее. Это фактически я отличник. Там кто-то дышит, да? Там. Я что-то вижу. Ну ладно, пофиг, какой нажать, видимо. Би. Это друг? Нет. Это друг? А это мой друг, конечно, зная его с детства. Ха-ха-ха. Да, это мой друг. Хотел нажать A. Блин, ну, я не знаю. Что здесь есть, друг? Это незнакомец? То, что сзади него лежит, точно я его впервые вижу. Не знаю. Это незнакомец? Да. Это да. Это незнакомцы. Даже лица их не вижу. И не помню. О, боже мой. Незнакомцы? Да, незнакомцы. Они все дышат над ухом. Не доверяй им. Он перестал дышать. Он ушел. Кто вообще ходит здесь? Я тут, между прочим, экзамен сдаю. Ладно. Не доверяй им. Правда или неправда? А где вопрос? Ну, я думаю, это правда. Лучше не доверять им. Это утверждение правдивое. Вы съели завтрак сегодня утром? Да. Ну, я лично да. Вы ели один? Нет. Я не ел один. Вам бы хотелось поесть одному? Нет. Я люблю с кем-то есть. И кого-то есть. Вы боитесь быть одни? Я сейчас боюсь быть один. Но в целом нет фоллс. Вам кажется безопасным, когда вы одни. Если альтернатива этому, чтобы со мной был какой-то маньяк, то с маньяком точно небезопасно. И тогда будет безопаснее быть одному. Я не понимаю этих вопросов. Но это тест. И я сделал тест. Мне нужно только его пройти. Это какой-то психологический тест? Ладно. Нет, не всегда. Не всегда быть одному безопасным. Вы чувствуете себя виновным, когда вы... А где апостолов? Ладно. Вы один. Чувствую я себя виновным? Нет. Тогда почему вы здесь? Вы здесь и должны посмотреть на сад. Кто-то у меня дышит спиной. А как я так кручу головой? Посмотрите. Я могу головой крутить на 360. Я вообще человек. Тогда почему вы здесь? Я просто в игру зашел. Я не знаю. Давайте мы промолчим. За умного сойдем. Вы чувствуете себя одиноким в толпе? Я буду отвечать, как будто бы это я. Я там сижу. Нет. Я не чувствую себя одиноким в толпе. Время вас смоет. Я надеюсь, нет. Я надеюсь, друзья, когда меня не станет, вы будете помнить меня. Некоторые из вас со мной ровесники, поэтому нас не станет одновременно. Может быть, если вы вдруг переживете меня, то вы сможете передать знания по мне вашим детям. Потом вашим внукам. И будете передавать это как обручальное кольцо вашей бабушке. Тогда меня не смоет. Не смоет, конечно же. Я бессмертный. Я великий. Вы лжете. А, я лжец. То есть, как бы, не сейчас я лгу, а в целом я лжец. Да, я лжец. Я вру. Опять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И. Калибровка завершена. О, здрасте. Здрасте. Это что-то новенькое. Пока не клацается. Ну ладно, давайте нажмем. Кто поставил? Как я не заметил. У-у-у. Это как мне? А. Типа. Вот так. Хорошо. Опа. Кто это такое? Это такое? Продолжай. А, все. Это я боюсь. Это я очень боюсь. Калибровка. Как калибровать? Да я не могу калибровать. А, вот все. Теперь работает почему-то. Как долго. Это не такая сложная задача. Почему так медленно двигается? А. Тест калибровочный. А, это завершена калибровка. Все. Как только я ее смотрю. Она двигается ближе. Это какой-то жук что-то. А-а-а. Не смотрите вниз. Но я должен, чтобы продолжить. А-а-а. Я не смогу. Раз. Два. Блин. Перестань. А. Мне проще завалить этот нахрен тест. Нахрен тест. Нет, это не проще. А-а-бб. А. А. Какая хрень близко. А. Я не могу нажать. А оно подходит. Что-то есть. О-о-о, нет. Оно меня кушать будет в рот. А-а. Калибровка завершена. Продолжим. Все, это чекпоинт. Калибровка. Хорошо. Калибруем. Калибруем. Калибр. Калибр. Как калибр сделать? А, все. Калибровка завершена. Вот теперь нельзя просирать, друзья. Давайте босиком. Оп. Не смотрите вниз. Ой, как это прям быстро. Так, давайте попробуем. 3А. 1Б. 2. Э, 3А. Раз. Два. И нажал, блин. 3. Б. Всрал. Всрал. Прикинь, всрал. А, Б, Б, А, Б, А. 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 Б. Б. А. Б. Тварь. А. Уйди, пожалуйста. Я завершил. Пожалуйста. Ре... Ре... Что? Фейл? Нет. 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 Брось ты. Это приложение вызвало ошибку. Пожалуйста, проверьте... Что-то там. Нажмите контроль, чтобы... Ой. Что? Риджрай. Блин. Мы... Это... Это... Я думаю, сейчас игру заново начнем. Но я... Ой, я хожу. Кто тут? Звони. То есть... Это тоже тест. Часть теста. А-а-а. Да перестань. Да, я должен проснуться. Я понимаю, что это сон. Блин. Это ужасный сон. Худший. О-о-о. Бегом. Давай. Ответить. Выйти из матрицы. О. Отлично. Сегодняшний день был особенным. Что? Да. Этот день был таким особенным. Ну да. Калибровка завершена. Спасибо вам за ваше участие в тесте. А-а. Я же даже не нажал ничего. Супер тест. Тип Акстен. Сделал эту игру. Я, по-моему, не сказал в начале игры, что эта игра все еще пока что демо. Но я уже вижу, что у этой игры есть очень-очень большой потенциал обосрать меня как следует. Заставить меня, точнее, обосраться. Ну и обосрать меня, может быть, в процессе. Интересная игра. Она, знаете, необычный экспириенс предоставляет. Ты не понимаешь, что происходит. Ты думаешь, сон это или я. Быль или сказ. Или я просто сумасшедший. Или это какой-то эксперимент. Или... То есть столько вопросов. Тебе говорят, проснись. И всякие страшные твари подходят и что-то делают. И ты отвечаешь на абсолютно дебильные вопросы. И при этом сам себя дебилом чувствуешь. Потому что тебе с такой серьезностью они преподносятся, что как будто бы... Ты что, не понимаешь суть этих вопросов? Ты дурак? И ты чувствуешь себя дураком. Да. Вот как я себя чувствую. И это классно. Люблю игры, которые заставляют меня чувствовать себя идиотом. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Зацените другие хорроры в моем исполнении. Там будет целый плейлист внизу в описании. Также поставьте лайк, подпишитесь на канал. И, конечно же, давайте дадим пятюру напоследок. Вы готовы? Раз, два, три и... Проснись.